Так, кому говорится? Так, вы пока ешьте, удобно разговаривать с едущими, потому что они в ответ еще не могут возражать. Самое время то есть не говорить, тем кто не согласен. Нужно постоянно учиться. А учиться это не в школе сидеть, а случайно где-то ты вот подслушал разговор, увидел как ведут себя животные, птицы, растения. Это все учеба. С какими людьми встречаешься? Я вспоминаю 1962 год, я только обратился к Богу по Евангелию, хотя был избранником у Бога, я это знал с детства. С трехлетнего возраста я уже спрятался где по молитве. В этой избрании, в этом заключается. Приехали к тем людям, у которых я был Еремеев и Михаила Анна, и они принимают гостей. А я в другой комнате сижу, читаю Библию. Хозяйка ему хочет налить и говорит, ну ладно, я тебе другую тарелку дам. А мать приехавшая, как помню, Канье в фамилии, и говорит нет. Ему наложили, пусть доест. Он мог сказать сразу, пока не ел, чтобы отбавили от тарелки. У вас скотины нет, пища освещенная. Я больше ничего не слышал. Для меня этого достаточно, чтобы ни два, ни три тысячи человек научились ничего не оставлять в тарелке. Я начальник, организатор лагеря, создатель детского православного лагеря и его письменный руководитель 41 год. У меня прошли тысячи детей. Без помощи государства без единого рубля. Я просто вам даю наметку на что? Начните заниматься с детьми. Детская беспризорность сбавится. И дети знают. Вот они поели. Второе поели. Напротив каждого стола дежурный. Он должен залезать тарелочкой, показать дежурному. Дежурный напротив, он по форме одетый. Он махнул рукой, теперь перевернули. За сорок лет ни одной ложки пищи не пропало. А в лагерях и хлебом кидаются, и что угодно. Ребенок должен знать все. Вот у нас меню. А рядом. Кто изобрел мобильный телефон? Поднимите руку, не стыдясь. Кто не знает, кто изобретатель его? Не знает. Не знает, а просто не знает. Просто не знает. Знайте и запомните, мы за него все время молимся. Это самый распространенный предмет обихода сегодня. Речь идет о миллиардах. Мартин Купер. А есть святой Мартин. Молитесь за него живой, чтобы Бог его обратил в Богу. Всем сердца. Мартин. Батюшки, крепко запомните. Мартин Купер. Кто не знает, кто изобрел интернет? Не знает. Нет. Хорошо запомните. Звать его Тимофей? Тим Бернерс Ли. Ли через черточку. И у нас рядом с меню вот это все записано. Дети знают, кто у нас губернатор, кто президент, кто премьер. А вот такие маленькие дети, они это все знают. Ребенок находится в том возрасте, как говорит отец мировой педагогики Яна Мэнский. Когда мы не можем его загрузить как жеребенка. Ты же не можешь его телегу запрягать. Но жеребенок два года делается полновесным. А человека 18 лет надо терпеть, он ничего еще не может делать. Ему набивать вот это самое главное состояние его. У нас нет нефти, японцы говорят. Но у нас есть серое вещество. И мы будем ее разрабатывать. И поэтому ваша нефть, ваше золото, ваши бриллианты будут у нас на столе. Вот куда надо. У нас, она не в общем, я ходила к нам одна еврейка. Королева Паина Соломоновна. И она, когда о евреях зашла, скажите, вы встречали еврея неграмотного? Я так подумал, нет, не встречал. Она говорит, за последние по крайней мере три тысячи лет ни одного еврея неграмотного не было. А у нас ликбезы. Поэтому его грамота, она позволит то, что теперь Березовский, все остальные, все наше богатство подберут и в Израиле отправят. Учиться надо. А нам учиться не этому надо, чему они учатся, богоизбранный народ. А учиться, как исполнять заповеди Божии с терпением. И жить не для себя. Говорят, две главные заповеди, люби Бога, люби ближнего. Апостол Павел их свел в одну заповедь. Любите ближнего, в этом весь закон. Как будто заповеди Божии не нужны. Почему? А в нем все. Ты в человеке должен увидеть несравненный, бесподобный облик Христа. И вот смотрите, мы находимся сейчас здесь. Слушайте внимательно. Сейчас вас коснется, я посмотрю, как вы будете исполнять. Стыдись облокачивания на стол. На столе локти не должны быть. Кто говорит, Сирахов? Отсюда вывод, ты облокачиваешься, сам того не знаешь, что ты бесстыжий. Стыдись облокачивание на стол. У меня дети все знают, а как учу? А некоторые не запоминают. Все, рядом посади здесь. Его даже бить не надо. За 40 лет я этого ребенка не ударил. Но я ударил ему и показал себя. И он уже понимает. Каждому ребенку нужен свой ключик. А он в семье держит детей и не знает, к чему, какая наклонность у него. Второе. На чашке, вот посмотрите, знаете такой вертикаль? Вертикаль края стола вот. За нее, чтобы лицо ваше не заваливалось. А что это за правила? Слушайте, Василий Великий. Всякое животное наклоняется к пище, только человек, как царь пищи, подносит ее к себе. Не будь животным, это вывод. И у меня дети это знают. Ни один за край не будет заворачивать. Нет, я тарелку поставил сюда. Вот как. Картина Поленова. На ложку и вот так подносит. Раньше ели с одной чашки, у каждого не было. Ну вы знаете, так писались. И чтобы они лбами стучали там. Мы за столом себя еще не умеем вести. И теперь. Как проверить, Бог слышит нас или нет, когда мы молимся? Ну, какие-то Бог должен знаки давать нам. Очень простой знак. Благодарность твоя, Златоуст говорит. Если ты благодаришь Бога. Я у Бога просил. Но я-то просил и закончил. Не знаю, что надо мне Господи. И Он не дает то, что я просил. И спустя годы я поблагодарил. А понять не понял. Прошли годы и я понял, как хорошо ты не дал мне этого. Куда бы я заплутал с этим? Не дает Бог, это означает дал. Но дал то, что Ему угодно. Да будет воля твоя. В болитве, Отче наш, это самое главное. Так, если придет оно и без этого, его выполнять не счет. То есть оно придет, от Бога зависит. Хлеб дать насущного он даст. А волю его познать. И воля его познается в том, что ты благодаришь их. Научите этому своих прихожан. Вот знаете, допустим, грех уныния. Священники редко спрашивают об этом. А если спросить, он и не ответит. Почему? Авва Исаия, не пророк Исаии, говорит одно. Другое добавляет. Три Игнатия Причинного еще добавляет. И не запомнить ничего нельзя. У меня есть свои наработки, которые я просто даром даю. А что такое уныние? И от чего оно? Тире. Плохо сделана работа. Три слова. А теперь все, что святые отцы сказали, это входит именно в эти понятные слова. Почему? Плохо молился, плохо ввел в службу. Ты даже не хотел. Что-то не ладится у меня, не пойму. Ты сегодня такое смутное состояние. Да вот от того, что ты испортил главное дело. А когда ты вдохновенно служил, не просто как диакон, как нарисовал репинг, говорит, рев взял до лупоглазия. А когда ты это сердцем, для Бога, чтоб до сердца дошло, вот тогда видно, что это действительно диакон, помощник священника. А не рев взял до лупоглазия. И вот мы за столом, смотрите, чему гляжу, отшатнулись. Вот дальше кистей руки не вложи на стол, не обокачивайся. Кто это делает, не понял, подскажите рядом сидящие. Стыдись, облакачивайся на стол. Мне достаточно было один раз услышать. А почему? Я узнал Антония Великого. И он уподоблялся пчеле, которая с каждого цветка приобретает нектар. Кто бы он ни был, от встречи с ним я получаю в пользу. Ну а были ли в жизни у вас люди, которые никакой пользы не принесли? Могу похвалиться. Таких людей пока не встречал. Были такие, которые заговор на меня сделали. Пришли убить. И в самый последний момент Бог отвел казнь. Появлением человека. А потом, когда я уже уезжал с корабля, он сам подошел ко мне боссмам. Со слезами на глазах. Это мы тогда приходили убить тебя. На капитана, на баггерскую попурувку пришла, где я занимался. Я в высшем мереходном училище учился. А дальше другие усла. А почему? У меня отец офицер был. У него эта портупея была. И он меня ей бил. Я непослушный был. И я сказал, а кто жаловалась? Моя бабка. Я решил вырастить и все верующим буду мстить. А ты сед. А при чем я? Не знаю. Я верующим только мстить могу. А когда я уезжал, он каялся. Чем молитва? Вот моей жизни сейчас эпиграфом стало 118-й Псалом 164-й стих. Я хвалюсь пророком Давидом. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Что бы Бог ни делал, Украина, Майдан, Россию на счастье рвать будут. А ее раздерут в течение одной недели. Потому что 2 миллиарда раздянули рот на нас сзади. Япония свое отделена. Карта мира поделена уже. Россию один только Татарстан разрубит пополам. А почему? Батьки сидели на месте. Монастыри строили. А мусульмане на 600 лет позже пришедшие дошли до сюда. Весь Узбекистан, ближний мосток. О чем говорил Андрей Кураев во время, когда в зените славе своей. Его называли миссионер 21-го века. Если мы это не поняли, что должно быть благовестие. Через 50 лет будет не московский патриархат, а московский халифат. Но ему сказали только, ты раза в 3 умножил это. 15 лет достаточно, чтобы исчезла православие. И кто об этом говорит? Феофан Затворник. 1861 год. Одно поколение, два считают, что православие исчезнет. Я отсюда делал только два года. Это был лжепророк, потому что православное есть. Или все-таки он думал о другом православии. Не о том, что мы видим. Не о карманной структуре для властей. Вы должны быть как орлы. Всюду и везде свидетельствовать. Мне задают провокационные вопросы. Ну я говорю, в десятках школ было занятие. У всех отделов милиции, в университетах. А как вы считаете, в баптистах есть Дух Святой или нет? Я его не мерил. Но то, что они обратились к Богу, это Духа Святого. А почему? Потому что написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. А они его признают. Так тогда баптисты эти нет, у них нет священства. А нет священства, нет таинства. Нет таинства, нет причастия. Нет причастия, нет жизни. Понимаете как? И меня сейчас приглашают протестанты выступать в Англии. Я должен это сказать. Каково мне? И они это все знают. И написали. Лапкин говорит, крошит баптистов на мелкой кусочках не оставляет. А они его любят. Почему? Есть везде люди, жаждущие истины. И мы должны показать самое лучшее, что есть в православии. Я спрашиваю священники, что самое ценное православие. Они не могут назвать. Самое ценное православие – священство. Если это самое ценное является заржавленным куском железа, ничему не угодно. Что с нами будет? А отсюда, ну священство это означает и таинство. И второе – это святые отцы, толкование от святых отцов и каноны. Все на этом. Нам больше хвалиться нечем. Вот сюда силы все надо направить. Которые не знают мои выкладки, я вам назову. Я много лет тратил на соборы. Переводил, работал почти с оригиналами. До Никоновскими. Сегодня, ну если спросить сколько правил, с Сусиньянами – 989. Это патриарх не знает даже. Я убедился в этом. А действующих правил 719, которые конкретно на сегодняшний день. Из них 413 еженевно, целенаправленно нарушается в храмах московской патриархии. Целенаправленно. 413 правил. Вот сейчас узнали и меня просят там журналы православные. А то надо конкретно по правилам. Ну я скинул, отдал. И просят не какие-то люди, а миссионеров под Дворкину. Недавно Дворкин, к слову сказать, выступал во Кузнецке. Ему поступила записка обо мне. Это все заснято и мне прислали. Я говорю, да, это псевдоправославный. Ну-ка, они слова-то знают это все. На это учился человек с двойным гражданством. А ему сидящие здесь и говорят, а вы его знаете хотя? Нет. Когда он был в Барнауле, мы пригласили на занятия в технический университет. Да я вел занятия. Он никогда не был. Да ему говорят, это не так. А вот так. Вы знаете, Степаненко, которого гнули-то. Ну, за слово «Б» где-то. И он тогда запросил туда, этот сюда. И ответили, ничего, нигде не нашли. Антиправославного в моих книгах и прочее. То есть это мне даже помогло. Помогло, конечно, выступление Андрея Кураева, Который выступал перед Витвером, назвал, а знаете кто? Самый выдающийся бестионер России в настоящее время-то. Ну, когда, а кто знает? Он это назвал. Меня и город Барнауле. Еще он так уж решил меня возвысить. Но это еще до его гонения. Потеряю. До его гонения. Ну, это я могу сказать. Андрею Кураеву дан. Разум, которым он смог увидеть. Самое главное, он в конце говорит, я ему, мне, необыкновенно завидую. Ему наплевать, говорит, о том, что думает епископ. А мне, говорит, не наплевать. Я думаю, что подумает один епископ другой, как ко мне отнесется. Он только сказал, я сказал, пропал Андрей. И так и получилось. Вот теперь он выходит на путь свободы. Теперь он освобождается от профессорской должности, там везде. И теперь может свободно говорить, вот как я. Я знал, на что будут меня хватать люди. Я заранее все это отсек. Поэтому они ничего не могут сказать. Могут только, ну, убить. Это они могут. Поэтому, чтобы пойти за Христом, как должен, это первый вопрос. Отвергность тебя. Аминь. Благодарим. Аминь. 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 Спасибо, Христос, всех. Милующих нас, готовящих нас, питающих нас. Спасибо, Христос. Милующих нас. Спасибо. Так, на концерт идем все. Там уже артисты приехали. Вот, ждут нас. Давайте, проходите. Вот. Но я снимаюсь уже. Какой. Какой. Так. Какой. Так. Ну, он. Так, так. Какой. Так. Очень много. Так, так. Субтитры создавал DimaTorzok